Будем смотреть. Фланер. Михайлов! Мяч литит вольт сборной России. Выигрывает мировую лигу 2011 года. Сбылось. Добрались бы до бразильцев. И сегодня во время награждения будем наблюдать не их танцы, которые, честно говоря, уже поднадоели. А радость вот этих ребят. Жиба смотрит с пониманием. Жиба смотрит с уважением. Ну и, конечно, роскошный дебют у ряда наших игроков. Ачетурский Панян, Дмитрий Рьяных, Александр Соколов. Это те, кто играли вот первую свою мировую лигу. Наверное, еще кого-то не назвал. А ведь здесь Передонов он сегодня не выходил. Ну здорово очень помогал. Ну и вообще чистая арифметика. Просто чудесная. Если братья интеркатеринентальный раунд. 17 побед. 17 матчей, 16 побед. Одно ничего не значащее поражение в армии от сборной Болгарии. Более заслуженного пути, более... Правильной истории победы трудно придумать. Наши ребята большие молодцы. Это, конечно, только первый шаг к вершинам. Чтобы вот этого гегемона пошатнуть. Да и пошатнуть только. Потому что бразильцы никуда не исчезнут. У них там талантов тоже неисчерпаемо. Хотя мы вот видим, что сегодня главным дискующим лицом был Жиба. По-прежнему игрок, который... Ровесник нашего Сергея Тетюхина. Тетюхина пока, я думаю, в команде нет. А в таких матчах... Такие игроки, я думаю, пригодятся. В будущем нам еще играть чемпионат Европы. И нам там надо попадать в финал. Это ничуть не легче. Да, там не будет бразильцев. Но все остальные гранты европейские на месте. Всегда находилась команда, которая нам под ножку ставила. Вчера поляки говорили, что в сборной России обязательно один плохой мальчик играет. И почему бы это не произошло в игре с нашей командой. Была у них на это надежда. И, в общем-то, поляки сделали все, чтобы эту надежду монетаризовать в результат. Но мы выяснили, что в сборной России может играть и без плохих матчей. И команда Владимира Олега это доказала. Ну и на всякий случай четвертая. Четвертая победа подряд Олега над сборной Бразилии. Чем не серия, на которую стоит обратить внимание прицелом на будущее. Потому что Бернардинь, он же тоже все помнит. Он все знает. И это поражение у него откладывается в памяти. Может быть, где-то когда-то и какие-то комплексы образуются. А, в конце концов, выращивают их своими руками. Люди из сборной России сегодня. Я думаю, что хорошая семья обронила туда, куда надо. И рано или поздно оно взойдет. По традиции Дмитрия Мухайского, то есть, как ЮБЭ на интервью сдавут, а остальные наши ребята идут в раздевалку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Начинается церемония награждения. По голове этой колонны идут скорбные бразильцы. Видимо, в предсцентре решили, что с нас хватит и наград и не принесли мне статистику итогов. И поэтому я ее позаимствовал у своих футбольских коллег. Их позиция располагается рядом. Некоторые исторические цифры, которые давайте запомним. Максим Михайлов, 27 очков. И удивительные просто цифры в атаке. 26 из 49. Представляете, с какой нагрузкой отыграл наш лидер. И, наверное, нет нужды говорить, кого должны назначить самым ценным игроком. В принципе, уже все определены. Давайте пойдем последовательно. У меня эта информация уже есть. И нас ждет много приятных сюрпризов. Ну, главное, то, что сборная России находится на подиуме. Там даже не 12, а 14 игроков. Дмитрий Щербинин, который не попадал в заявки на игру. И Юрий Бережко, который долечивает свои травмы. Они были все время в команде. Они работали вместе. Они тоже очень здорово помогали. Итак, лучший на этом турнире. Лучший нападающий все-таки Тео. У него процент по-прежнему, наверное, самый высший. Я тут не могу залезть в статистику и понять. Но сегодня Тео был по большому счету нейтрализован нашим блоком. Особенно это в пятой партии проявилось, когда действительно он не знал, куда бить, как бить, и куда вообще деваться. Так что пусть получит свой приз. Это хорошая память. В конце концов, он действительно блестательный провел. Даже в чем-то великий полуфинал. Ну, а главные награды вручают за победу в финале. Так что сейчас он получит награду. И награды вручают один представитель от местного комитета организационного, один от руководства ФИВБ. Вряд ли там принципиально все эти имена называть. Нам интереснее, кого из волейболистов ответили. Тео может постоять рядом с подиумом, даже вместе с нашими ребятами, пока они его не заняли. Всех лучших игроков традиционно на подиум выстраивают. Потом они свое место уступают победителям. Кое-кто возвращается. Что это будет, мы сейчас узнаем. По крайней мере, не открою, наверное, большой тайны, если скажу, что приз лучшего блокирующего достанется Максиму Михайлову. Как был он по статистике лучший, таковым и остался. Томас Лу, МИП, реферий, комиссионный секретарь, и мистер Анджей Калашевский, и мистер Президент Молливудовской Федерации. Максим Михайлову. Уже, наверное, какого приза, да, мы от Максима не ожидали. Так это, наверное, лучше у блокирующего. Ну, блокировать-то он умеет, не в этом дело. И в защите играть стал классно. Редкий универсал, но все-таки обычно он бестскорер, там главный бомбардир, лучший игрок. В конце концов, по проценту нападения, нападение его стихии, как вы понимаете, этого великолепного диагонального сборной России. Два диагональных теперь на подиуме соперники по сегодняшнему матчу. Итак, лучший подающий, тоже понимаете, кто. Это и сегодняшний матч доказал, это и доказало большинство поединков наш Дмитрий Мусарский. Ну и чек на 10 тысяч долларов, видите вы на ваших экранах. Это вот то сопровождение для игроков, которые в номинациях. 20 тысяч лучшему бомбардиру, 30 тысяч MVP. Ну а Дима Мусарский продолжает коллекционировать свои титулы. Пока индивидуальные, теперь уже и командные. Серьезной силой будет его клуб в следующем году. Так что, я думаю, что этот парень с российским флагом на плечах еще немало себе заявит и немало выиграет в своей карьере. Все еще впереди. Лучший принимающий этого турнира Мурила, который, конечно же, не мог остаться без награды. И тут абсолютно все тоже объективно. Мурила блестящий принимающий. Сегодня ему пришлось не сладко, но сегодня против него играли подающие сборные России. И то вы видели во многих случаях, как здорово он справлялся с убойными по силе подачи нашей команды. И что-то нет вот таких всяких карнавальных шуточек, ужимок, которые раньше там толкали все друг друга сутливо, по голове били. Вот так, камерно. Ну, естественно, обидно проигрывать. Фитнесетовые матчи вообще проигрывать тяжело. А это вот один из приемов Мурила. Следующая категория. Лучший Либера. Готовьтесь к Шуму. Шуму будет много. Кшистов Игнащак из Польши получит этот почетный приз. Польши начальник. Мурилой. Шуму будет много. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...